Магомед Магомедов Магомед Магомедов Магомед Магомедов Магомед Магомедов 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 участие, помимо команды из Дагестана. Пожалуйста, кто? Шамиль. Фестиваль проходил в Ингушетии, в Мужичах. Сам Дом отдыха так назывался и место, где там проводилось мероприятие. Принимали участие в основном среди северо-кавказского региона. Это Ингушетия, Чечня, мы, понятно, Дагестан, из Северной Осетии. Северной Осетии, Ингушетия, Ставропольский край. Практически все республики. Чеченская республика тоже. Со всех регионов одной команде было и остальные Ингушетия. Турнил проходил в рамках трех игр. Это что, где, когда, Брейлинг и Хамса. Брейлинг, наверное, и что, где, когда уже всем известны игры, там объяснять не нужно. А новая игра Хамса, она напоминает командную свою игру. Там, получается, задают вопрос, каждый член команды выходит отвечать и за правильный ответ он получает баллы, соответствующая стоимость вопроса. а за неправильный балл забирают. Ну, такие же правила, как в своей игре. Единственное, что там есть светлый, полутемный, темный раунд, где в светлом раунде получается озвучивает все темы, на которые будет отвечать команда. Команда может распределить, кто какую тему возьмет. Там полутемный раунд, где озвучивается только одна тема. и темный раунд, получается, чистая случайность, что кому попадет. Дальше идет раунд капитанов. Индивидуальный раунд. Индивидуальный раунд. И в соответствии с каждым раундом там за вопросы дают определенные баллы. В сверхнем раунде 100, 200, 300, 400, 500 очков. Получается, за сложность вопроса по каждой теме. В полутемном уже удваивается 200, 400, 600, 800, 1000. В темном раунде утраивается до 1500, а в раунде последнем, индивидуальном, часть всего капитана участвует, это уже в 4 раза больше очков дают. И в самом последнем раунде Хамса похоже на финал своей игры, где команда делает ставки в соответствии с теми баллами, которые набрала, может поставить в банк. Атулядова банка. И получается, в зависимости от ответа, либо суммируется балл, либо отнимается. Вот. Эту игру мы впервые играли еще в первом турнире. В 2015 году. В турнире, да? Да. Тоже в Ингушетии, в Армхии только уже, в фестивале Гурия Тума. Почему именно в Ингушетии? Вот интересный вопрос. Ну в этом году понятно, как бы, было приурочено к 25-летию. они настолько популяризированы этой республике? Чисто говоря, не знаю. Просто там есть люди, которые болеют за это дело и за интеллектуальные игры. Да, вот, получается, с 2015 года, мы когда поехали, у них до этого уже несколько раз, буквально 4 или 5 раз до нас уже проводились эти игры. знаменитые игроки, которые играют в свою игру телевизионную и в Штоге, они, как бы, являлись постоянными гостями. Им это очень понравилось. Они начали звать их и, соответственно, там ушел стереотип того, что боялись, приезжая в какую-либо республику северо-кавказскую. Им это понравилось, они стали приезжать и за счет этого в Ингушетии начали, как бы, популярны быть интеллектуальные игры. А насколько серьезны были участники команд из разных республик и кто оказался самым неудобным, может быть, сильным соперником? Ну, давайте я отвечу. Ну, получается, в разных играх, вот, например, что когда очень сильно себя показала команда Ставропольского края, они, получается, в основном упор делают именно на эту игру, а в остальных, как я понимаю, они меньше играют в свою игру, но тоже хороший, достойный результат показали. И в Брейеринге. Нам как раз таки в Брейеринге удалось обыграть их, получается, от чемпионов по что-ди-когда. А по Хамсе лучше всего, конечно, выступила сборная Ингушетия. Они вот в индивидуальном плане очень сильные игроки. Просто есть на кого равняться и идти дальше, получается. Ну, а мы единственная команда, которая заняла призовые места во всех трех играх. Об этом мы поговорим. Марат, а вот тематика, вот какая тематика была представлена в рамках данных игр? Тематика разная. Там, получается, не скажешь, что в философии ты приходишь и по философии отгадываешь эти вопросы. Или как бы, да? А разная. Математика может быть, история может быть. Просто кругозор должен быть определен. Например, если мы играем в штуде, когда там, помимо знания, там все-таки больше играет логика. Это мы сидим в команде шести человек и получается зашифровывается вопрос и нужно его разгадать. там, помимо знаний, конечно, больше всего логика. А вот в брейеринге и команда интеллектуальной игры Хамса, там все-таки больше упор делается на знание, чистое знание. Но и бывает иногда логика. А вот что, где, когда, все больше всего превалирует именно логика. Там как раз таки именно это и как раз таки помогает. Может, зависит от автора вопроса, кто составляет их. И как правильно отметил Марат, что, где, когда. Зачастую бывают вопросы, где нужно и знания использовать свои, и логику, и что, где, когда. Но я больше всего люблю играть, потому что там можно догадаться до вопроса даже не зная какого-то факта. А в своей игре и в брейеринге, в Хамсе, там в основном больше упор на факты идет. Хотя, в брейеринге, в котором мы играли, там очень много было вопросов на логику тоже. На логику, да. И получается, если говорить о тематике, она, там, широкая тематика бывает, но в основном это история, скорее, литература. Вот я об этом и спросил, Шамиль, ну, принимая во внимание тот факт, что это на уровне СКФО, учитывалась ли тематика, посвященная, скажем так, традициям, культуре, истории, быту, народу. Это было бы несправедливо, наверное, если в общем говорить про ССССР, Кавказский, возможно, это да, это хорошо было бы, но вот чисто одну республику они не выделяли, наверное, это было несправедливо. Нет, республика СКФО в целом имеется в виду. Были некоторые вопросы, если не ошибаюсь, был, Шамиль, да? Но я не помню. Да, мало было. В основном упор делался на общую историю и так далее, Россия, мира и так далее. Но это был обычный турнир. Обычный турнир, который бывает в разных городах и так далее. Ребят, мы обычно привыкли, то, что в Дагестане все-таки первые места, будь то на региональном уровне, на межрегиональном уровне, на российском, скажем так, международном уровне, привыкли занимать в спорте, чаще в каких-то боях, в вольных стилях и так далее. А тут вы, и более того, я читаю новость, я был восхищен тем, что вы среди республики СКФО, насколько я понял, единственная команда, которая заняла места в трех номинациях. То есть, и в что, где, когда, и в игре Хамса, и в игре... Брейн Ринг. Брейн Ринг. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали вот этот момент. Это очень интересный момент. Почему? Потому что стереотип ведь то, что у нас большинство склонно к спорту. А нет. Вы сломали этот стереотип, получается? Ну, смотрите, я тоже очень люблю спорт и футболом, и баскетболом. Но у меня как бы определенный момент, вот в детстве, появилась любовь к интеллектуальным играм. Я смотрел вот телевизионную версию, что, где, когда, и Брейн Ринг, и как бы подумал, почему я тоже могу так отвечать. И получается, над собой я работал тоже. И определенный момент, знания накапливаются, и ты как бы даешь определенный результат. Происходит какой-то шелчок, и ты как бы на определенный уровень поднимаешься. Соответственно, участвуя, ты получаешь опыт, и уже тебе более легко непосредственно отгадывать вопросы, отвечать на них. Здесь получается, опыт нужно играть побольше в интеллектуальные игры. За счет этого можно как бы, да, занимать призовые места и выигрывать тоже. Вот такой момент. Ну, а как вам удалось занять в трех номинациях? Я почему это сдаю, Марат? Потому что, насколько я знаю, ваша команда была представлена не в полном составе на данных играх. Да, самое интересное, у нас два игрока по определенным причинам не смогли приехать. Это Таир Кулеев, очень сильный игрок тоже, и Евгений Борзов. Вот они как раз таки в студии когда, как бы нам помогли бы. А так, конечно, победа и призовое место, наверное, за счет того, что мы много тренировались, было командное взаимодействие, много тренировались тоже, в принципе, да, мы каждую субботу, воскресенье встречаемся, играем, и уже за счет этого нам помогло это, показать такой именно результат. А рода вашей деятельности, ребят, вот вы говорите о том, что вы очень много готовились и так далее, то есть это профессиональная какая-то, то есть вы занимаетесь на профессиональном уровне интеллектуальными играми, либо у вас есть какие-то свои профессии, своя работа, либо учеба, а это параллельно? Да, есть. Я бухгалтерией занимаюсь. Вы работаете бухгалтером? А у меня что-то другое, я как бы занимаюсь сбором информации в Дагестанском центре научно-технической информации, мне что-то другое направлено, да, а это получается у нас хобби, у всех хобби получается, профессионально никто не занимается, просто это вот такое сильное влечение, которым ты отдаешь там два раза, в неделю два раза, как бы, да. То есть в то же время времени хватает? И время хватает, и на чтение, и на то, чтобы посещать эти игры, да, это когда ты любишь эти игры, ты находишь время для того, чтобы быть там, участвовать, выигрывать или занимать призовые места. Честно сказать, не могу прямо сказать, что я так готовлюсь, что-то читаю. Если говорить о самом турнире, о том, что вот нужно победить, я сижу, что делаю какие-то книги, нет, такого... А вот раньше это было, у меня было, вот когда у нас так единственная игра, которая долгое время проводилась, это брейринг. Буквально там за две недели, когда мы узнавали информацию, мы, получается, штудировали там энциклопедии, интернете все рассматривали, а вдруг попадется вопрос. Ну, в основном попадались, конечно, а сейчас специально так, как бы, не готовились. Но вот таким турниром ответственным бывает, мы собираемся и как бы тренируемся. Это необходимо для команды, чтобы достойно выступить там. Это, конечно, замечательно. Я почему говорю, потому что, наверное, нас сейчас смотрят молодые ребята и думают, вот как стать такими же, как Марат и Шамиль, и может, у кого-то появилось желание, и было бы интересно узнать о том, как вы этого успеха добились. Ну, как и в любом другом спорте, в основном получается практика, больше приходить на турниры, заниматься этим, а как и в любой другой деятельности, чем больше вы этим занимаетесь, тем больше опыт получаете, ну, тем легче потом, отталкиваться от этих знаний, от опыта, да, и она помогает как раз таки. Хорошо, ребят, мы поговорили, конечно, нам очень приятно, очень даже приятно, то, что из республики СКФО, тем более, ваша команда завоевала три номинации и прославила нашу республику. Мы еще раз с этим вас поздравляем, мы нас всех поздравляем. И давайте перейдем теперь в Дагестан. Ведь этому успеху предшествовали, как вы сказали, упорные подготовки и так далее. И давайте, наверное, поговорим об истории появления и дальнейшего развития интеллектуальных игр в Дагестане. Как вообще появились эти игры, на каком этапе они сейчас и так далее? Марат, наверное, вы рассказали. Да. Вообще, отправной точкой развития интеллектуальных игр можно считать год 1999. Вот именно в этом году появилась самая знаменитая игра, которая у нас сейчас есть и которая проводится уже, это дагестанский брейн-ринг. Но до этого этот брейн-ринг был, если можете и зрители знают, и вы тоже, проводился по первому каналу с Андреем Козловым. Это одна из самых популярных передач. По рейтингу он не уступал другим передачам в 90-е годы. Видимо, вот взяв за основу команда «Махачкалинский бродяг» под руководством тогда еще Карена Арташесовича Меркартычана, руководителя также Мори ТВ Мурада Абдул-Мутминова и совместно, конечно, Дагестанское государственное университет, как бы они решили создать такой проект. Проект, он стал удачным, он до сих пор живет и вот в течение 18 лет он радует молодых интеллектуалов республики. Эти игры проводятся и в весенней серии игр, осенней серии игр. И вот на протяжении этого времени брейеринг как бы не прерывался, играли. А дальше уже получается если брать в декабре 2012 года возникла идея от основателя интеллектуального клуба «Идальга» Руслана Рузанова создать клуб. Он получается вместе с своими единомышленниками, студентами физического факультета ДГО решили как раз таки создать такой клуб. Связались с Москвой, а именно с МАК, Международная Ассоциация Клуба, что и когда. Они дали добро и соответствующий сертификат получили на то, чтобы проводить внутри республики такую интеллектуальную игру под названием «Что декогда». Ну а о том, как развивались события дальше мы поговорим после рекламы. Не переключайтесь. Уважаемый телезритель, мы продолжаем говорить об интеллектуальных играх в нашей республике. Я напоминаю, мы выходим в онлайн-режиме и интересующие вас вопросы участникам нашей сегодняшней беседы вы можете написать на номер ватсапа, который вы видите у себя на экранах. Марат, о развитии Клуба «Идалька». Как я сказал уже, в 2012 году идея создания была, а уже в следующий год, в марте 2013 года, был проведен первый турнир по «Что, где, когда» официально города Махачкала. Приняло участие множество команд, если не ошибаюсь, более 20 команд. Точно не могу цифру назвать. И турнир всем понравился. Команды представляли что? Команды могут быть разные, организации, могут быть студенты, школьники даже были. У нас получается, именно этот турнир, конечно, он был больше, организации принимали участие, институты тоже. А вот следующий турнир, это «Нит времен», это уже более российский охват был, всероссийский турнир. А вот там как раз-таки принимали участие почти 30 команд, уже было от организации, студенческие команды и школьники тоже. Как раз-таки именно этот турнир был поделен на определенные эти школьники, определенные свои, как бы получается, турниры, таблица, кто занимает первое место, дальше уже организации и студенты тоже. Вот момент такой был тоже. И нашей команде, я тогда принимал участие за другую команду, наша команда, которая ездила в Ингушетии, назвалась «Эсквайра». А я тогда принимал участие за команду физического факультета. Выступили успешно, неплохо, да, внутри республики получился на это достойно первое место. Вот это на момент есть. А в остальном, вот если, что касается клуба «Идальго», после этого момента, вот, после того, как провели два турнира, дальше мы проводили турниры по брейерингу, по своей игре, отдельные моменты были, также турниры еженедельно в формате, который у нас каждый раз проходит. Вот, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех, кто играет, мы вот, получается, в данный момент находимся и играем в Национальной библиотеке республики имени Расулу Гамзатова. Так что, кто хочет, может принимать участие. С какой частотой проходит? Они в субботу проводятся. Каждую субботу? Каждую субботу эрудит квартет, барьеринга и проводим иногда свою игру. А вот в воскресенье играем синхронный турнир по что, где, когда. Бывает заданная тема. Ну, наверное, зрителям интересно время проведения этих игр. Время проведения у нас всегда стабильно, 15.00. И до, в течение трех часов все игры проводятся, до 18.00. Ребята, это только в Махачкале, либо у нас другие муниципалитеты никак не представлены, они лишены возможности участия в этих индивидуальных играх. Как у нас обстоит в целом по республике? Ну, наверное, как и в любом другом месте больше всего популярно это будет и в столице, но часто выезжали в другие регионы, сам тоже принимал участие в организации один раз, в Дербенте проводили, в других даже в Буинански, в Кизляре, в районы выезжали даже. Определенный момент был, когда под руководством тогдашнего Гасана Анаева несколько районов было и городов. Мы как бы активно участвовали и школьники принимали участие, и студенты. Вот вы замечательно, очень приятно, что вы успевали еще и в муниципалитеты выезжать. Вот вы имели возможность проанализировать, насколько это востребовано у молодежи, насколько это интересно было у молодежи. И насколько это нужно молодежи, наверное, правильно будет так сказать? Может, не так сильно, как борьба и футбол, но определенно интересно наблюдается, потому что и в среде студентов в основном большой интерес бывает. Ну, это, наверное, связано с тем, что такая студенческая жизнь очень легко привлечь, ну, очень популярный сам Барей Ринг, очень легко привлечь студента к такому интересному мероприятию. но и взрослые принимают участие, ну, есть, так сказать, в возрастном контингенте, это как раз студенты и старшие. Которые захочут. и из-за того, что, наверное, по телевизору часто показывают, что где, когда телевизионный, многие, наверное, вечером собираются и все в курсе, что это такое, и многим интересно принять само участие. сидя на мероприятие, сидя на вертлингах, многие отвечали, могли ответить на вопросы, которые не могли взять на такие. Я думаю, это довольно большая мотивация для человека. Мотивация. А насколько полезны эти игры, Марат? Эти игры полезны в том плане, что... Молодой человек может сказать, я и так учусь, в принципе, я этот материал могу и в институте допустим. Но там есть другие моменты. Здесь уже ты не один, здесь ты просматриваешь командное взаимодействие, умение принимать быстрые решения, выдавать правильные версии. Это в жизни очень помогает. Вот бывает, ежесекундно, ежеминутно нам нужно принимать какие-то решения. И как раз таки вот в этой ситуации, стрессовой ситуации, нам нужно как бы в игре дать правильный ответ. А в жизни это очень помогает. И как бы большие случаи мы даем как бы, да, правильные версии. И это как раз таки в жизни помогает. А так интеллектуально совершенствуешься, больше знаешь, становишься более мудрее, более опытнее, да. И как раз таки этот момент помогает интеллектуально. Я бы даже сказал, что здесь большее влияние на личность человека имеет то, что человек, когда приходит в определенную среду, ну, например, где проводят интеллектуальные игры, он, получается, принимает то эмоциональное состояние и интересы этих людей. И получается, не сколько сама игра развивает человека, да, отвечая на вопросы, вы становитесь более эволютированным. В большей степени вы, получается, тренируетесь именно хорошо играть, что, где, когда, хорошо играть там свою игру. Но, на мой взгляд, большее влияние имеет то, что круг общения, с которым, ну, когда мы приходим играть в эти интеллектуальные игры, формирует нас. и, само собой, я сам тоже в большей степени хожу на, вот, по воскресеньям на что, где, когда, ради приятного время проведения с интересными людьми. И так получилось, что они играют интересную игру что, где, когда. плюс еще то, что узнаешь большое количество информации, если даже не знаешь, хотя, в принципе, да, много фактов знаешь, но все равно удивляешься тому, что ты мало все равно знаешь. И постепенно, постоянно хочется читать и узнаваться и так далее. А это как раз таки время провождения такое отличное. Можно с пользой провести время и получить дополнительные знания тоже. в этот момент. Но к вам ход свободный, насколько я понял. Да, да, да. Любой может прийти, и школьник, и студент, если хочет играть в интеллектуальные игры. В принципе, могут прийти. Ну, наверное, не все сразу решаются, когда приходится играть, стать участником. Наверное, вы даете возможность человеку пассивным игрокам пассивно поучаствовать, скажем так. Бывает так, что, бывает случайный гость, мы не знаем, он пришел играть, он бывает в сторонке, смотрит и так далее. Если ему это нравится, постепенно приходит, играет, вот, например, в Рудит-квартет, и неплохо получается. Вот у нас были, там, например, девочка очень неплохо сейчас начала играть, но я как бы ее не знал. Она как бы стеснялась приходить и играть тоже, а на самом деле знание есть, просто стеснение определенное бывает. А так, бывают хорошие игроки, которые, да, они зарекомендовали себя хорошие стороны. Знание есть, как бы, галлопыт получил. А если просить такой анализ, кто больше участвует в ваших играх? Больше? И какие из игр, которые вы реализуете, пользуются больше популярностью? Больше в плане какой-то тип людей? Или... Студенты, школьники, либо такие же, как вы, ребята, которые устроились, скажем так, работают и параллельно совмещают свои хобби? В большей степени это студенты и те, кто закончили недавно. Злослые люди тоже есть, например, Марат. Да, я, получается, уже закончился. Ну, где-то от 20 и старше, может, в среднем. Вот такие вот. Так-то рады мы всем, даже и школьникам, и людям постарше. там, получается, такие виды, такого вида вопроса, что абсолютно неважно, сколько тебе лет, главное, чтобы тебе было это интересно. Само собой, в первое время, когда будете, получается, приходить, будет, наверное, непривычно, тяжело, потому что по воскресеньям мы когда проводим игры, мы в основном заказываем синхронные турниры, это значит, то, что какой-то автор вопросов или группа людей пишет 36 вопросов или любое другое число, но это я про что я когда говорю, и получается, эти вопросы по всей России могут взять и отыграть эти результаты потом идут в общий зачет, можно будет посмотреть на каком месте в общей таблице по России ваша команда занимает, сколько относительно других ответил, конечно, больше всего из России больше занимает, но мы тоже стараемся. Но я хотел отметить, что вот первый год создания и после, например, 2000, если не ошибаюсь, в 2013 году, если не ошибаюсь, 4 команды попали в топ-200 лучших команд по ассоциации международной ассоциации клуба, что и когда эта команда Линговая, если не ошибаюсь, физические факультеты, еще две, я не могу не вспомнить, как бы определенные результаты были, но бывают такие моменты, когда определенный спад, когда какие-то другие интересы бывают, но все равно клуб живет и, в принципе, люди ходят и играют как бы данный момент. Брат, одно дело, вот вы играете, ну, наверное, любому человеку интересен определенный прогресс, то есть если он выигрывает на региональном уровне, ему интересно, почему? Потому что у него есть возможность на межрегиональном, на российском. Вот вы приняли участие и, скажем так, на уровне СКФО, вот дальнейший переход. Мы принимали участие до этого. То есть это дает ли возможность выхода на российский уровень или какое-то международное счастье. Вот в Ингушетии, в Армхи два года подряд два турнира проводили, Горы Атума фестиваль назывался. Это был североссийский турнир. К сожалению, у нас там не получилось занять лизовые места. Да, вот в индивидуальном зачете у нас получилось Евгений Борзов по своей игре занял третье место. А по Хамсе у нас среди Северокавказского федерального округа мы, по-моему, призовое место заняли третье. А в остальном нам как бы немного чуть не повезло. Довольно сильные команды там участвуют. И сам по себе турнир был замечательный, мне очень понравилось. Планируется тоже то, что в декабре будет. Да, в декабре пообещали, что будет этот турнир. Как бы, да, он должен был быть в июне, но в итоге перенесли. Обещают, что в декабре все-таки это будет турнир этого года. Будем надеяться. Ну, а реализованных ребятами проекта, моих планов, перспективах развития данных интервьюнерных игр мы поговорим после рекламы. Не переключайтесь. Уважаемые телезрители, мы возвращаемся, мы продолжаем обсуждать интеллектуальные игры наших ребят, которые приняли участие и победили, скажем, я извиняюсь, которые заняли три номинации в сервокавказских интеллектуальных играх. И я еще раз напоминаю, то, что мы в онлайн-режиме, вы можете интересующие вас вопросы писать на номер WhatsApp, который выйдет на экранах своих телевизоров. Итак, ребят, мы, в принципе, поговорили о ваших успехах, скажем так, о появлении и развитии интеллектуальных игр. И, как и мне, наверное, так и всем телезрителям очень интересно узнать о том, какие проекты были вами реализованы и какие реализуются сейчас. Ну, проекты, которые были реализованы, они очень интересные. Например, такое масштабное мероприятие, которое у нас произошло, это был после чемпионата России в Санкт-Петербурге. Вот Шамиль начал этот разговаривать, я просто дополню. мы участвовали на 14-м чемпионате России по «Что-де-когда» в городе Санкт-Петербурге. Там участвовало 66 команд. Результат был, конечно, такой слабый, можно сказать, а вот как бы сделали определенные выводы, приехали, и спустя буквально неделю к нам приехал Александр Друйс. Все знают, кто это Александр Друйс, это магистр «Что-де-когда». Шестикратный обладатель «Хрустально-совы», «Бриллиантовый-совы» и так далее. Трехкратный чемпион мира. Он как бы приятно был удивлен, что у нас в республике играют в интеллектуальные игры. До этого он особо следил за командой... Он думал, что у нас только борются, наверное. Да, да, да. Он как бы, да, об этом тоже говорил. До этого он следил за командой «Троянский конь» и «Технорит» они тоже играли, но он следил за командой «Троянский конь» и «Сдербюнта». Это первая команда, за пределы Дагестана, участвовала в таких турнирах. И был приятно удивлен, что наши играют, что участвовали в Санкт-Петербурге и надеются на дальнейшее развитие. И как раз таки он провел одну из игр в марте 2014 года у нас в Доме шахмат. Все знают где. Потом один из реализованных проекта, который был, это посвященный 2000-летию города Дербента и 15-летию игры «Брейринг» у подножия крепости Наренкала был сыгран этот «Брейринг». Гостем этой игры был знаменитый игрок, наверное, все знают, своей игры, это Анатолий Александрович Вассерман. В 2002-2003 году он выдал беспроигрышную серию из 23 побед, 15 из которых были одержаны индивидуальным форматом. Он тоже был приятно удивлен, правда сказал, что мало времени, он не изучил Дагестан, приехал буквально на несколько часов, на один день и пришлось ему обратно уехать. Но обещал вернуться и выразил надежду. Это такие два проекта, очень момент. Хотелось бы тоже сказать, что помимо очень большой поддержки он нам оказывал, конечно же, по приезду этих гостей знаменитых и Министерство по делам молодежи республики Дагестан и организация «Я помощник президента», а также Комитет по спорту дела молодежи в городе Махачкалы, городской комитет тоже Махачкалы. Как раз таки они осуществили этот приезд этих гостей и был такой интересный ажиотаж насчет этого. И много гостей и ребят получили удовольствие от этих игр, которые были у нас. А в остальном получается те, которые проекты у нас сейчас будут реализованы, это, конечно же, совместно с Клубом интеллектуальных игр и Комитетом и Министерством по делам молодежи реализуется очень интересный проект, который у нас был уже, если не ошибаюсь, осенью, да, прошлого года. Это зимняя серия «Пошту и когда». Это, по сути, первая республика на Северо-Кавказском федеральном округе, который провел телевизионную версию. Было сложно, но при участии таких умных ребят, как Руслан Рузанов и министра по делам молодежи, эта игра состояла. Надеемся, что и зимняя серия этого года тоже у нас состоится «Пошту и когда». Марат, вы в теологическом вузе провели одну игру. Чему она была посвящена? Знаете, я вот не был, но я как бы знаком. Руслан Рузанов, основатель этого клуба, был приятно удивлен, и его друзья поучаствовали в этом мероприятии. По-моему, в прошлом году это было мероприятие. Очень было приятно удивлено тем, что знания зашкаливали тех ребят. Почти были отвечены на все вопросы. Единственный вопрос, по-моему, не был отвечен. Формат, он был прежде всего больше религиозные вопросы, нежели на общие вопросы. Как бы договорились, что этот турнир будет продолжаться и будет их приглашать. Клуб, в принципе, доволен был этим мероприятием. В основном, как бы этим. Ну, а сейчас какие проекты реализуют, что умели? В ближайшее время тоже хотим повторить. Турнир пошел где-то, когда телевизионный зимой, в декабре. Также, как по традиции, получается, Брэйринг в ДГУ проводится. Вот это большая заслуга самого вуза, ДМОла. Пару раз проводили с участием по инициативе Идальга. Там много было команд от нашей стороны. Ну, это такая традиция, которая из года в год продолжается. А также итоговый турнир Идальга, который у нас будет каждый год. Ну, надеемся, будет это уже шестым-седьмым турниром. Как бы, да, от традиции мы не отходим. Ребят, вот вы сказали о частности о том, что вам выразили благодарность, о том, что вам посодействовали в приглашении именитых интеллектуалов игр, что где когда, своя игра, друзья, Вассерман и так далее, ряд органов исполнительной власти, комитетов и так далее. А насколько тесно это взаимодействие ощущается? С кем вы сотрудничаете, может быть, с вузами, может быть, какие-нибудь? В основном самая тесная связь на данный момент с клубом «Медальга» осуществляется Министерством по делам молодежи. Министр Арсен Русланович Гаджиев, он делал немало для развития интеллектуальных игр в Дагестане, потому что он сам занимался этими играми, участвовал, побеждал, он был капитаном экономической факультеты ДГУ, и как раз таки эта тема ему близка. Вот как бы Арсен Русланович и ребята, которые участвовали на различных форумах, выигрывая гранты, проводили эти самые игры. И как раз таки по этим как бы, да, Министерство по делам молодежи способствовало тому, чтобы эти игры проводились. А так, если говорить, если не материально, то в другом плане другие организации помогали. Это Дагпатриот-центр, это я помощник президента, который я упомянул, это Министерство по делам печати, это Министерство культуры Республики Дагестан. Может, я кого-то забыл, но в основном они на определенных разных этапах помогали. А, еще национальная библиотека, которая и сегодня, и раньше, даже с первого турнира предоставляет нам помещение для того, чтобы мы проводили эти игры. Марат, я почему задал этот вопрос? Потому что все-таки видно, что деятельность вашего интеллектуального клуба, она полезна, она приносит свои плоды, людям это интересно. Более того, вы добиваетесь немалых, скажем так, успехов на уровне Республики СКФО. Я задал этот вопрос, учитывая то, что не разовая помощь была, а были бы какие-то сотрудничества, договора какие-то, в том числе договора с какими-то учебными заведениями. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что любой ВУЗ проводит какую-то научную работу, методическую работу, скажем так, или, скажем, воспитательную работу, в рамках которой, в планах которой могли бы включить и ваши игры. Есть ли какая-то такая налаженная связь у вас с данными учреждениями? Ну, такая связь первоначальная, делалось очень много. Ну, вот, не знаю, какие-то моменты бывают, когда какие-то организации не соглашаются, но тесная связь в основном сейчас у нас бывает, конечно же, с министерством по делу молодежи, в основном с ними, а в отдельности только разовая как бы помощь как бы осуществляется, а в остальном как бы только тесная связь с министерством по делу молодежи, вот это как бы идет. В основном это заслуга нашего создателя клуба и ребят, которые помогают. Которые очень много ездили, и они участвовали в вузах, если у них получается интерес у руководства вузов и так далее, у них бывает интерес разовый, то есть, не знаю, может как-то, да. Ну а как часто вы обращаетесь в вузы? Бывает, они сами, мы первоначально показали, что мы проводим, у нас есть система, вот, кстати, на Машуке в 2013 году, как раз-таки, получив грант соответствующий, мы купили аппаратуру, которая задействована и во всех турнирах участвует. они, получается, видят это только на разных турнирах, по что, где, когда и брейерингу, они как бы нас зовут. Брат, они видят это, вы сказали, то есть, у вас есть какой-то специализированный сайт или странички в Инстаграме, я не знаю, в соцсетях. Да, у нас почти везде есть. Как можно проследить вашу деятельность? У нас, если забить в Фейсбуке, Вконтакте и в Инстаграме, Куб и Дальга, можно сразу, это, видим, аватарка в виде сове, сразу можно узнать и там бывают анонсы разных игр, которые я упомянул, и брейеринг, и что, и когда. В основном, оттуда нас узнают и там, вот если брать контакт, там больше тысячи этих, тот, кто непосредственно является друзьями этого клуба, а так, конечно же, контингент меньший, который участвует у нас в этих играх. Ну, там постоянные люди, которые очень любят эту игру, каждая, ну, почти каждый воскресенье с год приходит, у вас постоянный такой состав, который несменный, увлекается этими играми, и в основном как раз этот состав выезжает на какие-нибудь черты. Шамиль, вот вы сказали один и тот же состав, а ведь хочется, учитывая то, что мы сегодня, в принципе, определили, что интеллектуальные игры нужны, они, ну, развивают человека, на самом деле дают дополнительные фоновые знания. Учитывая то, что они нужны, чего не хватает для популяризации этих игр, в чем вы нуждаетесь, скажем так? Ну, для популяризации, само собой, нужно, чтобы больше обращали внимание на нас, это будет способствовать, и то, кто должен обращать внимание на нас. Ну, люди, например, если нас будут показывать часто по телевизору, о нас будут услышать, люди будут на это обращать внимание. Шамиль, вы можете с обращением выступить сейчас, пользуясь нашим прямым эфиром? Да, хотелось бы попросить у вас площадку для, возможно, проведения каких-нибудь турниров, чтобы мы люди больше приобщались к нашему общему делу? Я думаю, наше руководство сейчас смотрит и уже думает над этой мыслью, уже думает, и в конце передачи либо завтра мы обговорим этот вопрос. А что еще? На самом деле, время на телевидении это очень интересный проект, но, конечно же, здесь нужно будет подготовить, более системно подойти к этому слаженно, чтобы это не было разово, чтобы это было так, как проходит, скажем так же, своя игра, и, конечно, если вы представите такую мысль, такую программу, скажем так, распишите ее, и у вас будут конкретные планы, идеи, то, я думаю, руководство рассмотрит и поддержит вас. Что еще, помимо площадки на телевидении, как вы думаете, для популяризации это? Ну, по соединению с другими видами тех же спортивных состязаний или других видов развлечений, конечно, для интеллектуальных игр нужно будет приложить определенные усилия, потому что сами по себе игры популярны, их не нужно как-то пиарить, они всех по слуху всегда по телевизору показывают тот же футбол. В плане что, где, когда на таком бре ринга, на него тоже есть эфирное время, но, видимо, не знаю, даристанцы не верят в себя, может быть, что-то такое, и не знают, куда могут пойти, где собраться. Часто и сам Руслан Рузанов предлагал огромные усилия через социальные сети организованы различные мероприятия, как-то популяризировать. Сейчас, например, есть, ну, организуют каждую субботу скорая игра. Скорая игра разновидна себе. Получается, там собирают людей в кафе, получается, после рабочей недели люди хотят отдохнуть, приходят и заодно играют интеллектуальные игры. Возможно, через такой способ популяризации. Хорошо, Марат, время нашей передачи подошло к концу, поэтому в двух словах о планах, перспективах. Ну, планы, перспективы, прежде всего, это, конечно же, работа дальнейшая с молодежью, это работа Куба со школьниками. У нас одно время было и школьная лига, мы хотели организовать, и студенческая лига. Работа именно в плане молодежи тоже. Это как бы основное. А перспективы это дальнейшее развитие клуба и проведение этих интеллектуальных турниров, поездки, если это получится, в разные регионы, в том числе и России. Вот это в основном эти планы и перспективы на данный момент. Ребят, вам спасибо, что пришли, вам мы желаем дальнейших успехов в вашем нелегком, но очень полезном труде. Уважаемые зрители, я напоминаю, что у нас в гостях были члены интеллектуального клуба «Идальга». Это наши земляки, наши дагестанцы, ребята, которые заняли три призовых места на интеллектуальных играх среди республик Северо-Кавказского федерального округа. На этом мы завершаем. Всем, ребят, спасибо еще раз, что пришли. До новых встреч, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин